Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Настоящая музыка. В Петербурге. Квартирник с доставкой на дом. А мы по-прежнему в гостеприимном, старом, добром Грибоедове. И тут у меня как бы замирает сердце, потому что, если вы увидите, рядом со мной целый сам Илья Разин. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Группа Плюса. Нет, но это правда большая честь. Я страшно благодарна вам, что вы пришли к нам. И еще и ждали, естественно, как это всегда бывает. У нас тут долго мы чекались. В общем, короче, Илья Разин с нами. И это здорово. И сейчас должен быть, по идее, благодарный свист из зала, крики. Но нет. Мы в пустом зале. У нас карантин. То есть пустой Грибоедов – это такая особая история. Илья, ваш девиз. Соблюдайте полярность. Увидела я на официальном сайте вашей группы. Да, как нельзя более актуален в данный момент? Ну, да. Видимо, так. Вы себя комфортно чувствуете, да, в этой ситуации? В изоляции, как обычно, да, очень комфортно. То есть, подождите, вы интроверт? Да, мне кажется, что я так посмотрел на творчество этой группы, этой группы Плюса. Вот. И многие песни, мне кажется, очень подходят к изоляционному режиму. Тут вообще отдельная история. Я думаю, что, наверное, первая песня, которую вы с вами споете нам, это, простите меня, пожалуйста, да, но это, конечно же, будет поэзия. Ну, а слушайте, потому что поэзия, вот текст песни «Поэзия», она сейчас, вот в современных условиях, она просто новыми гранями играет, нет? Да, эта песня вне зависимости от времени, да, играет какими-то гранями все время, к сожалению. Нет, ну, слушайте, вот я сейчас призываю всех вслушаться в текст, потому что, ну, вообще это гимн изоляции, но, с другой стороны, ну, это крутейшая песня. Давайте, давайте вот прям начнем с нее. Ну, давайте. Ни клубных тусовок, ни бегай с утра, ни поцелуя белого яда, ни по скамасутры, ни града Петра, а град этого ничего не надо. Ни красных дипломов, ни белых ночей, ни квадратных метров, ни до мелочей, ни киноэкранов, ни телевизора, ни того, что лекарями в рецептах прописано. Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии на, хотят поэзии на, поэ-э-э-зии на. Ни итого флотина, ни афрокубана, ни тоника в синих бандах, ни нытья растамана, ни фильтров базара, ни белого мата, этого ничего не надо. Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии на. Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии на, хотят поэзии на, поэ-э-э-зии на. Ни стильных прикидов, ни отдыха в Грузии Ни присоединения Белоруссии Нет ни это, ни эта награда Нам этого ничего не надо Такая тема, врубайся, страна Люди хотят поэзии, такая тема Врубайся, страна Люди хотят поэзии, такая тема Врубайся, страна Люди хотят поэзии, такая тема Врубайся, страна Люди хотят поэзии, хотят поэзии, 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 на Ни западных схем, ни восточных традиций, ни удовлетворения личных амбиций, ни перемен, ни продуктов распада, этого ничего не надо Ни клонов овец, ни космических станций, ни антитеррористических операций, ни мелких купюр, ни большого оклада, этого ничего не надо Такая тема! Врубайся, страна! Люди хотят поэзии! Такая тема! Врубайся, страна! Люди хотят поэзии! Такая тема! Ну, согласны? Тут вот, знаете что, получается, что я немножко вру, да, по поводу вот пустой площадки Грибоедова, потому что музыканты, которые у нас записывались раньше, некоторые все-таки решили остаться и послушать вас Илья, понимаете? Они просто не смогли уйти, я не могу их выгнать Многие уже пьяные И это, да, и это тоже правда Слушайте, ну, на самом деле, если говорить вот об этой песне, поэзии, мы тут вспоминаем о том, что, так, по большому счету, мы все большие старые друзья Грибыча А вот эта песня, по-моему, в 2000 году, ну или что-то около того, она вошла в сборник Грибоедов Да, в 2002, да В 2002? И вообще-то она звучала из каждого утюга Первый диск, но там такой был новогодний вариант этой песни, мы ее записали просто кому-то в подарок А И там, да, это не то, что потом все услышали по радио, да, это совершенно отдельная версия Грибоедовская, она так и существует Ну, в общем, опять же, да, ищущий добрящий, то есть если это у нас кофеварка так звучит Если вы захотите услышать эту версию, в принципе, наверное, вы ее найдете, да, ведь можно же? Конечно же Ну, вообще, так или иначе, вот 2000-е годы, если я правильно понимаю, они были для вас самыми ударными, вот прям такими оглушительными, верно ведь? Нет, сейчас не менее оглушительные годы Слушайте, вы привыкли уже, ну что вы такое говорите, что вас сейчас может оглушить? Ну вот, мне кажется, сейчас очень интересное время для музыкантов наступает Это вы сейчас так иронизируете, да? А я часто иронизирую, не только сейчас И это очень мило с вашей стороны, но тем не менее, когда мы сейчас, вы сами начали, я, собственно говоря, не планировала с вами об этом говорить, но вы сами начали Если мы сейчас понимаем, что вы-то как вот видите ближайшее будущее музыкантов? Если у нас все концерты накрылись, если мы понимаем, что никаких гастролей в ближайшие несколько месяцев будем смотреть правде в глаза, а чё это не будет? И чё? Вы как для себя это видите? Тяжело придется нашему брату без концертов Но? Ну, зато, я думаю, что много домашней работы может быть сделано Например? Ну, дело в том, что мы как музыканты, которых здесь в зале много, привыкли брать работу на дом Мы это делаем всю жизнь Все наши песни написаны, они написаны вообще-то дома, наверное Это домашняя работа вся такая Так что ничего страшного в сидении дома и писании музыки дома нету Илья, я вам скажу Да, нам не нужно ходить в офис, это круто Это очень круто, но я вам скажу по секрету, что когда мы в социальных сетях, музыкантах, видим эти прекрасные опыты их записи по скайпу, по зуму и так далее Честно говоря, слезы душат, потому что это ну так себе с точки зрения интересности музыкальной Слушайте, ну слезы душат вообще, в принципе То есть не только от записей по зуму, но и от студийных записей душат слезы Так же, ничего страшного Ну да, тут с вами трудно спорить Я хотела сказать, что помимо того, что вообще страшно говорить о том, что я вот сказала, да, что в 2000 году песня поэзия, там типа, ну или в 2002 Это, в принципе, 20 лет прошло Но если подумать, вашему, назовем, творчество вас не оскорбляет слово, просто очень многих оно раздражает Ну, в общем, вашему творческому пути лет-то гораздо больше Я прочитала, что вы в 17 лет первую свою группу собрали Ну, бывает 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 с музыкантами такое Ну а что, вон, посмотрите, ребята все, которые здесь сидят в зале, я уверен Я поздняя птичка в данном случае 17 лет, это уже старикан для группы Послушайте, те люди, которые сидят в зале Мы тут, ну, к сожалению, не можем развернуть камеру и показать, кто у нас тут сидит Старики сидят старики Ну, которые вам в отцы годятся, я так стесняюсь сказать, вообще-то Но я прочитала, что когда вот вы создавали эту группу, будучи еще чуть ли не школьником 36,6, верно? Да, да, было это, да И вы учились в Салтыковке Не то, чтобы я учился, но несколько занятий я точно посетил, да, со своими друзьями Потому что мы... Несколько занятий, я-то думала, понимаете, это легендарная вообще петербургская школа Ну, Салтыковка, да, где, из которой вышли практически все Более или менее приличные музыканты Это совсем недалеко от моего дома Я родился там на углу Греческого и Некрасова И до Салтыковки мне 10 минут ходьбы И поэтому вы посчитали возможным сходить только несколько раз Я на несколько занятий, да, с удовольствием сходил На боджазовой гитаре И опять же, когда я читала ваше интервью Вы говорите, что песни у вас рождаются... Ну, то есть вас же все-таки прежде всего как поэты воспринимают Ну, так-то по большому счету А вы говорите о том, что вы песни делаете одновременно То есть и поэзия, и музыка Да, я абсолютно поэтом себя бы не назвал Действительно, я пишу песни Ну, это что это? Сонграйтер, наверное Ну, с вами бы поспорили большинство ваших поклонников Ну, такие мои опысы, они ограничиваются форматом четверостишей То есть это максимум, мне кажется, что я могу Ага Ну, или двустишей даже Ну, слушайте, если мы так немножко тут с вами начали с ностальгического момента Мы, очевидно, еще неоднократно к этому вернемся, я имею в виду к моментам ностальгии Есть ощущение, что за 20 лет группа, ну, претерпела какие-то изменения Вот Илья 20 лет назад, Илья сегодняшний Что мы можем по этому поводу сказать? Группа наверняка претерпела, да Судя по записанным нами альбомам Можно сказать, что, да, конечно, подход немножко изменился В чем? В целом В чем? В чем? В технологиях, я думаю, в основном Технологии? В технологичности, да, подхода То есть взросление ваше заключается в том, что у вас просто выросли технологические возможности Да, исключительно Давайте мы что-нибудь, чтобы был какой-то контраст, что-то свежее Мы просто на самом деле не договаривались с Ильей, что он будет играть Поэтому для меня это абсолютный сюрприз И вы скажите, что вы будете, да Ну, следующая песня называется «Удлинитель дней» А там такой трогательный, у вас в ВКонтакте такой трогательный клип висит Посмотрите, пожалуйста, найдите это Ночь Гудбай, пожалуйста, быстрей, водитель ждет меня, мой удлинитель дней Через край предохранитель вылетит от мыслей о ней Самую малость осталось совсем немного короче И здравствуйте, длинные дни Прощайте, бессонные ночи Пару пролетов и дверь И держатся нервы на скотче И здравствуйте, длинные дни Прощайте, бессонные ночи Друг, гони Словно мы с тобой на скорой Словно нам должно повезти Сквозь огни Прямо к дому той С которой это сердце можно спасти Самую малость осталось совсем немного короче И здравствуйте, длинные дни Прощайте, бессонные ночи Пару пролетов и дверь И держатся нервы на скотче И здравствуйте, длинные дни Прощайте, бессонные ночи Самую малость осталось совсем немного короче И здравствуйте, длинные дни Прощайте, бессонные ночи Пару пролетов и дверь И держатся нервы на скотче И здравствуйте, длинные дни Прощайте, бессонные ночи Самую малость осталась совсем немного короче И здравствуйте, длинные дни, прощайте, бессонные ночи Пару пролетов и дверь, и держатся нервы на скотче И здравствуйте, длинные дни, прощайте, бессонные ночи Слушайте, а ведь это музыканты аплодируют Илье Разину Слушайте, ну вообще для меня удлинитель дней еще более адекватная песня Вот тому, что мы сейчас переживаем Я не знаю, я только сейчас-то поняла Да? А когда она была написана? Ну, полгода назад Ну, то есть это совсем свежее Я, кстати говоря, на вашем сайте увидела, что у вас речь о альбоме 16-го года И дальше на сайте у вас нет ничего Да, у нас после альбома под названием «Невесомый» вышло несколько синглов Вот в том числе и вот эта запись, которую вы видели Которая сделана на концерте в Оранжереи Таврического сада Это очень красиво Да, там удивительное место и для исполнения музыки тоже Ну вообще, на самом деле, действительно получилось Просто получилось Я знаю, что ваш последний концерт, ну последний по времени Был в Сошел Клабе, Норвенштейн? В Сошел Клабе, да, мы там отмечали мой день рождения Да, 25 февраля И вот А потом классно, все началось так Что же, вот что началось? Вот мне Вы сказали всем блинов и что-то такое, вот насколько и да, я понимаю Вообще, как отметили Безник Да, отлично Откуда у меня это слово? Откуда ты с 2000-х годов? Безник? Ну, в общем, как отметили? Да, отличный был вечерок Подарки? Да, супер Очень много кальвадоса Или кальвадоса, как вам будет угодно Мне очень нравится сейчас его пить Он мне напоминает о лучших днях Ну, вообще, мы говорили уже с несколькими музыкантами сейчас об этом Что, к сожалению, время-то такое опасное с точки зрения алкоголя Я вот был свидетелем споров о том, что, да, ВОЗ заявила, да, что алкоголь не помогает от коронавируса, да Но ВОЗ-то тоже не помогает от коронавируса Вот это Ваша правда Да И знающие люди прекрасно понимают, что человек, когда пьет алкоголь, он попадает и в легкие А крепкий алкоголь, он убивает, говорят, разрушает Да, разрушает оболочку РНК за где-то за 15 минут Так что, если вы пьете больше 15 минут крепкий алкоголь, то в легких он тоже разрушается Это логические выводы, которые следуют из знаний Всегда приятно поговорить с интеллектуалом Ну, это важно, да, когда человек подкован, эрудирован Сразу все как-то другими красками играет Мне кажется, нужно пить сильно, но не дольше 15 минут 15-20 минут Ну, то есть винтом вот так, да, буквально Нет, хорошо Ладно, кто-то из нас, наверное, потренируется и научится петь буквально за 15 минут Но вообще-то, в принципе, ведь искушение велико Когда ты сидишь вечером дома один И нас не мучают творческие потуги Стесняюсь сказать Думаешь, а почему бы себе не позволить? Вот что в этих ситуациях нужно себе говорить? Вы уже извините, что я так обращаюсь к вам за советом Мне кажется, надо говорить себе А давай Это я разница сказала Я не пью уже 4 года Да, мне кажется, что тут главное не углубляться И пить в удовольствие А не ради того, чтобы отойти в мир иной Тут, знаете, многие очень говорят о том, что одиночество Ну, или условное одиночество, ну, так или иначе, да, на карантине Оно некоторым образом благотворно Ну, я не знаю, для кого как Кто-то сходит с ума Вы как на это реагируете? Вот я вчера разговаривал с одним моим знакомым звукорежиссером Который в Москве занимается кинозвуком Да Вот И он мне сказал, что последний месяц прошел для него настолько продуктивно Насколько вообще не проходил ни один месяц Ну, в смысле, он звукорежиссер, берет на этом работу Да, он Просто ему не нужно ходить в студию Он делает звук дома И, насколько я понимаю, скорость и, так сказать, результат гораздо более его устраивать, чем когда ему приходилось бегать по студиям и, ну, находиться в какой-то суете Ну, а это если на тебе не висят все мыслимые домочадцы, кошки, дети, вот это вот все, да? Да, наверное, да, да Слушайте, но... Ну, видимо, может быть, ему пришлось снять квартиру для этого Так тоже, кстати, вряд ли Для того, чтобы, да Но для поэта-то, для поэта одиночество должно быть страшно, благотворно, плодотворно или как там еще? Нет? Тут сложно сказать Мне кажется, что для того, чтобы реально что-то дельное писать, должно быть много внешних впечатлений, не связанных ни с музыкой, ни там просто с чтением и так далее Ну, то есть, всегда хорошие песни — это опыт, который ты не просидишь вот так вот дома, не насидишь дома на диване Окей, принято Давайте песню У нас просто сейчас будет перерыв на новости и рекламу, поэтому давайте песню Давайте Опять лишь контуры вещей Взлетно-посадочных полос Внутри мерцающих ночей огней свеченья А мы под проливным дождем Уже промокши насквозь Еще вчера цепи одной Разорванные звенья Тепло уставшие руки На гладко выбритой щеке Мы словно по воде Круги Расходимся Навеки И я тебя предупредил В моем зажатом кулаке Все то, что я с тобой делил Моря и реки В плену Тумана и дождя Скулят Скулят От нежности Собаки Свою любовь Целую я В опознавательные знаки В складках ночей Мы как слепые Ты исчезаешь Ты исчезаешь мгновенно В сознание Не приходя Тру ладонями щеки Дышу навеки Бегу для тебя Моря Моря И реки В плену Тумана и дождя Скулят 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 От нежности Собаки Свою любовь Целую я В опознавательные Знаки В плену Тумана и дождя Скулят 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 От нежности Собаки Свою любовь Целую я В опознавательные Знаки Знаки Илья Разин Илья Разин Группа «Полюса» Маленький перерыв Новости И мы возвращаемся сюда В Грибыч Настоящая музыка В Петербурге Квартирник с доставкой на дом В Ленинграде Открыт Рок-клуб Рок-н-ролл Жив Пошли на работу К Борису Борисовичу Грибичукову И Борис Борисович Сторожил эту баню Первые рок-группы Я говорю А дай мне кассетку послушать А я тебе сейчас спою И вот видите Цой Мне одному Он мне поет все Восьмиклассницу Гуляю И меня уже Так вставило Первые фестивали И там и там был сидячий зал И там и там было жюри Более того Жюри выдавало Всякие грамоты Дипломы Которые впоследствии По жизни могли очень даже пригодиться И настоящий драйв восьмидесятых Часто это заканчивалось все визитом в милицию Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге Настоящая музыка в Петербурге Квартирник с доставкой на дом А мы в Грибыче По-прежнему И у нас такая Получается вообще Довольно странная Вечеринка Это не вечеринка Это очень камерный Междусобойчик Потому что Друзья клуба Грибоедов В общем Настолько милы Что пришли Поддержать нас С вами всех Слушателей Комсомольская правда Без пафоса Просто для того Чтобы на карантине Было нам с вами Не так тоскливо И мы им страшно благодарны Илья Разин Тот с нами И это прям здорово Прям не верится Если честно Слушайте Мы с вами начали Ну Грибыч обязывает Да Тем более что у нас Действительно странная очень Правда Во-первых день божий Мы днем в Грибыче Во-вторых практически нет людей Пустая площадка И мы с Ильей беседуем Вы скажите мне пожалуйста Я уже спрашивала вас Как поменялись вы за эти годы Условно 20 лет Грибычу кстати 23 Может быть Вы заметили Как поменялась публика Как поменялась тусовка Вот это все Не сейчас А когда вы приходите сюда Вы же приходите В Грибоедов Время от времени Время от времени Да И сюда И на сцену И за сцену Ну вот на сцене Давно не был Но обновил Грибыч вы понимаете Да Это в общем сигнал вам Потому что совершенно непонятно Почему Илья Разин Редко бывает на сцене А вот изменения какие-то За 20 по сути дела лет Вот в этой петербургской тусовке Клубной Вы видите их? Слушайте Ну так сложно сказать мне Мне кажется что Как Когда-то Было много интересной музыки Так и сейчас Много интересной музыки Я думаю что как раз Да И исполнение И исполнительское мастерство В целом Мне кажется Возросло значительно Потому что Ну Сейчас люди Гораздо более И в В том числе Благодаря интернету Учатся Гораздо Быстрее Вот Единственное что Мне кажется Мне кажется За счет того что Музыка Она Немножко более Коммерциализировалась Что ли За это время Вот Таким Ну каким-то проектом Большим И таким Тяжеловесным Сложнее существовать Потому что Нужно больше времени Тратить на то Чтобы Себя прокормить И меньше Получается Время на то Чтобы Заниматься творчеством Вы когда говорите Про тяжеловесный проект Что имеете в виду? Ну имеется в виду Музыка которая Требует Действительно Много работы Для своего создания Просто знаете Когда вы так говорите О ощущении Что то что вы делаете Ну это в общем так легко Достаточно Ну это Все таки гораздо легче В том смысле Что У нас небольшой состав И мы можем быть Очень мобильные Вот и мы привлекаем Там кого-то Для записи А есть Коллективы Которым Ну которым Нужно там иметь Струнную секцию Духовую секцию Это много народу У нас такие парни Сегодня уже были Да Нужно всех собрать Мне кажется Стало тяжелее сейчас Чем раньше Было проще Вас Не смущает Не обижает Или может наоборот Восхищает Когда вас сравнивают С Может быть даже Бардовской песней Не ругательное же слово Нет Мне Совершенно Совершенно не ругательное Да абсолютно Ну то есть Как в бардовской песне Есть персонажи Которые Просто Восхищают Восхищают Так и в любой музыке То есть в каждом жанре Мне кажется Можно найти себе Каких-то людей Которые Очень достойны Просто Вот мы когда с вами говорили Что вы начали Достаточно рано Еще в школьные годы Я просто пытаюсь понять Что Ну Кто были вашими кумирами Кто вас Воспитал Что называется Извините за Музыкально? Да Музыкально Ну В смысле поэзии Наверное Это действительно Началось С бардовской Песни Там Высоцкий Висбор Может быть В смысле музыки Все для меня Началось Наверное С Итальянской эстрады Да ладно Ну Это конечно Это то что Санремо Слушали например Мои родители Но на меня Мне кажется Это не сильно повлияло А Вот Группа Юту например В восемьдесят пятом году В восемьдесят седьмом И группа кино Очень сильно повлияли Да А Ну вообще Это очень о многом говорит Мне кажется Причем такая сентенция Да Юту и кино Да ну вот В восемьдесят седьмом году У группы Юту вышел Альбом под названием Джошуа три А у кино Группа крови Вот тебе пожалуйста Две Две вехи Да И как на самом деле Возможно удержаться И не Вот сейчас Какой то звук у нас Странный посторонний Но мы продолжаем Мужественно Это тоже да Кофемолка Слушайте Может быть давайте Что-нибудь Вот раз мы так Чуть-чуть да Назад Оглянулись Что-нибудь может быть из старого Ну давайте Ну давайте Субтитры сделал DimaTorzok Знай 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 Что все что было мне дорого Дорого мне обошлось Но я разрываю все Ты проходишь мимо, я тебя не вижу Ты без красной куртки, это непривычно Я регулирован на яркие оттенки И красные куртки для меня обычно Знай, 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 твое молчание золото Но молчать для тебя это хуже жажды и голода Знай, 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 что все священники города Поймут меня и простят, но я разрываю все Ты проходишь мимо, я тебя не вижу Ты без красной куртки, это непривычно Я регулирован на яркие оттенки И красные куртки для меня обычно Ты проходишь мимо, я тебя не вижу Ты без красной куртки, это непривычно Я регулирован на яркие оттенки И красные куртки для меня обычно Знай, знай, знай Класс! Плюса Илья Разин, боже мой Класс! Слушайте, я вынуждена вам задать этот вопрос Я его задаю всем Вы уж простите, вам придется на него ответить Уже три недели карантина прошло Мы все в любом случае существуем в немножко непривычном для себя состоянии Мы все равно находимся в некоторой вынужденной изоляции Понятно, что мы все обещали себе заниматься английским, музыкой Я не знаю, прочитать всего Федора Михайловича И посмотреть те сериалы, которые... Но все равно чем-то мы занимаемся Вот для вас за это время есть какие-то открытия? Вы что-то обнаружили? Вы знаете, я вам признаюсь Я вот три недели сводил альбом группы, питерской группы «Дикажи» Вот такая реклама маленькая Да, нормально «Дикажи» Это такой проект англоязычный Вот, там очень такие обширные, многочастные такие композиции Восьмиминутные А что вас с ними связывает, извините? Я записывал вокал для этого альбома И вот свел эту пластинку сейчас Так что... Вы не скучали? Да, я вообще не скучал Три недели пролетели вообще Окей, но вы свели, да, я так понимаю? Да, я свел Когда это увидит свет? Не знаю еще, не знаю, да Чем займетесь дальше? Что у вас в планах? Знаете, я понимаю, что кто-то уже тут сказал, что хочет насмешить Господа Бога Расскажи о своих планах Окей, и тем не менее Ну, вполне возможно, буду заниматься вот такой вот студийной работой И сведением композиций для кино Вот Ну и надеюсь... Для кино? Да, для кино Можно чуть подробнее, или это секрет? Ну, пока, 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 да, секрет, боюсь, что не могу подробнее, но надеюсь, что будет такая вот история Ну, друзья, моя интрига подвешена То есть, господин Разин у нас тут вот для кино работает Бывает, бывает А вы знаете, что я, например, записывал музыкальные треки в фильме «Лето» Вот на площадке, в смысле, я осуществил... Я не знала, что вы имеете к этому отношение, но я не знала, что вы на площадке прямо это делали Да, оказывается, было дело Вот, так что я, бывает, что занимаюсь звукозаписью, меня интересует техническая часть процесса Очень, и я это дело люблю Хорошо, принято Слушайте, тогда, извините, я не могу не задать вам вопрос А как вам в итоге фильм «Лето»? Потому что тут, блин, столько было всяких разных мнений по этому поводу Слушайте, мне результат понравился По-моему, отлично Такое очень хорошее настроение Я абсолютно не понимаю людей, которые пытаются там найти какую-то биографическую правду Это вообще не об этом Не, ну, послушайте, во-первых, хэштег «Вы все врете» Преследовал этот фильм, ну, что называется, еще, по-моему, первые кадры сняты не были Не были, да, еще был сценарий, которого никто не читал Да, но это все, это чудовищное вранье, все не так, все абсолютно непрочувствовано Люди снимают вообще то, чего не знают совсем Да, еще все про деньги Что, ну, в общем, мне очень понравился результат Особенно вот эти «Сны Бонанана», которые там несколько вставок, четыре музыкальных Которым я вот тоже имел отношение, например И это очень здорово сделано, мне кажется, свежо и классно Не знаю, мои приятели, которые помнят прекрасно то время Они в основном получили удовольствие от этого кино И я знаю, что даже несколько раз смотрели некоторые Я боюсь, что, да, это уже из их числа, потому что я смотрела три раза это кино Мне кажется, оно не напряжное, очень такое не настаивающее ни на чем Вот, и вот эта вот романтическая такая зыбь, она там присутствует Которая настоящая Ну, вообще, это говорит Илья Разин Которого называют прям романтиком И он называется, во-первых, да, поэтом С большой дороги А во-вторых, романтиком Поэтому, ну, тут прям нужно прислушаться И вот всем этим хулителям, которые говорят, что вы все врете Мне кажется, вот это все, да, совершенно неправильно Да, нет, совершенно не потому, что я как-то Не потому, что я работал, вот И Памлик, наш звукорежиссер, тоже работал над созданием тоже этого кино технически Совершенно не потому, что мы там работали Мы как-то попытаемся это защитить Мне кажется, что результат действительно достоин внимания И возвращаясь к тому, что мы с вами начали, да О том, что все-таки поэт, все-таки поэзия Песня, которая выстрелила по-настоящему Это была песня-поэзия Я прочитала в каком-то вашем интервью Вообще прекрасную фразу Она на меня поразила большое ощущение На русском языке нельзя писать всякую хрень Вы серьезно? Вы серьезно? Ну, это лично для меня, видимо Потому что, ну да, я очень сильно обращаю внимание На вот эту вот хрень На вот эту хрень, да Поэтому у меня всегда как только Я не, к сожалению, компромиссов не нахожу для себя в этой истории То есть, как только я слышу в текстах какую-то неприятную для себя историю Я не могу это, к сожалению, слушать, воспринимать музыкально тоже Ну, уж так уж Споем? Почему бы нет? Давайте, давайте спою Алкоголь Сигареты В планах на лето Дыры от пули Будь ты проклятый, Юль Поменяйте билеты И верните ключи И пустите за руль Я буду терпеливым Я стану повторять Чтобы быть счастливым Чтобы быть счастливым Я буду терпеливым, я стану повторять, чтобы быть счастливым, чтобы быть счастливым. Нужно уметь ждать. Нужно уметь ждать. Нужно уметь ждать. Нужно уметь ждать. Вдоль магнитных полей сквозь шумы и помехи потекут наши реки в невесомости дней. Здесь нам короткие волны и трехминутные треки. Мы не глядя меняем на все шумы и помехи. Алкоголь, сигареты в планах на лето. Алкоголь, сигареты в планах на лето. Я буду терпеливым, я стану повторять, чтобы быть счастливым. Чтобы быть счастливым, я буду терпеливым. Я стану повторять, чтобы быть счастливым. Чтобы быть счастливым. Нужно уметь ждать. Нужно уметь ждать. Нужно уметь ждать. Нужно уметь ждать. Ох, класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Илья, у нас с вами, к сожалению, остается чудовищно мало времени. Меня это очень беспокоит. Но послушайте, нам чего ждать в ближайшее время? Вы сами сказали, что карантин – это благостное время для того, чтобы творить. Да, наверное, да. И чего? Можем ли мы рассчитывать, что в какое-то ближайшее время мы что-то получим? Что-то сотворим? Да, простите меня за такой банальный вопрос. Ваши творческие планы? Ну, это примерно то же самое. Ну, лично я… Ну, конечно… Все время что-то приходится… Ну, это способ существования. Тут у меня нет в планах изменять способ своего существования. Вот так я вам сказал. Но, слушайте, у меня более практичный вопрос. Вынашиваете ли вы какой-то альбом? Альбом… Альбом… Прям вот на кончике иглы уже. Да ладно? Да, да. Так что… Будет… Будет? Будет вам, да. Подождите. А название уже есть? Я думаю, что он будет называться «Тайники». Вы понимаете, да? Вот мы сейчас о сакраментальном. Угу. Ну, то есть… А я сейчас вообще задам непозволительный вопрос. Примерно когда? Ну, так я понимаю, что нельзя загадывать, нельзя сглазить вот это вот… Да мне кажется, что осенью. Потому что вот как раз все должно сложиться. Ну, и из карантина уже к этому моменту будем постепенно выходить. Может быть, еще песню? Почему нет? А, давайте. 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 Ночь тянет меня из дома, смотреть на лица знакомых и незнакомых. На лица местных и лица гостей столицы, людей весомых и людей невесомых. Утро снимает кожу, день переливает кровь, а вечер такое может, что не приведи Господь. Ночь тянет меня из дома, смотреть на лица знакомых и незнакомых. На лица местных и лица гостей столицы, людей весомых и людей невесомых. Утро мука и пудра, день серебро монет, а вечер неона кудри и золото на просвет. Ночь тянет меня из дома, смотреть на лица знакомых и незнакомых. На лица местных и лица гостей столицы, людей весомых и людей невесомых. И людей невесомых и людей невесомых. И людей невесомых. И людей невесомых. И людей невесомых. Илья Разин, группа «Полюса». Господи боже мой, если бы не коронавирусные каникулы, когда бы мы еще так встретились? Спасибо вам большое. И вам спасибо. Всем здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok